Дмитрий Геннадьевич Бартенев, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я не буду, наверное, перегружать наше обсуждение, общая информация о том, что такое благотворительные фонды, но, наверное, всем хорошо известно, что это не коммерческие организации, не государственные коммерческие организации, которые имеют достаточно сложное регулирование, потому что, с одной стороны, они выступают как обычные юридические лица, но, с другой стороны, очень жестко ограничены в целях своей деятельности и, соответственно, на них распространяется как законодательство о некоммерческих организациях с очень строгими рамками и, с другой стороны, законодательство о благотворительной деятельности, которая как раз позволяет благотворительным фондам достаточно много использовать преимуществ, которые предоставляет законодательство. Надо сказать, что это законодательство о благотворительной деятельности вполне отвечает, по мнению благотворительных фондов, с которыми я достаточно много общаюсь, оно вполне отвечает их представлению о том, каким образом должна регулироваться благотворительная деятельность. Это как раз говорит о том, что существующие правовые рамки вполне позволяют обеспечить возможность эффективного, легального взаимодействия благотворительных фондов и не только благополучателей, то есть тех интересантов, для которых они работают, но и взаимодействия между благотворительными фондами и медицинскими организациями. Естественно, как и любой благотворительный фонд, занимается аккумуляцией денег для их использования в общеполезных целях, в данном случае для финансирования различных видов медицинских вмешательств и тех мероприятий, которые могут быть связаны с оказанием медицинской помощи. Это имеется в виду различные затраты, которые несут пациенты в связи с проездом, проживанием, возможно, проживанием родственников, иных лиц и так далее. Вы прекрасно знаете, что оказание онкологической помощи очень часто связано с большими затратами пациентов, которые, конечно, не покрываются, естественно, из средств медицинского страхования и, естественно, поэтому требуют, объясняют как раз востребованность благотворительной помощи в этой сфере. Источником финансирования благотворительных фондов являются не только пожертвования в какой-то денежной форме, но это, естественно, могут быть и также пожертвования натуральной форме, например, лекарственные препараты, которые тоже могут передаваться благотворительным фондам для их осуществления, их целевой деятельности. Единственное, но это скорее вопрос, наверное, не к медицинской аудитории, а скорее вопрос к благотворительным фондам, передача лекарственных средств непосредственно благотворительным фондам, ставит вопрос о соблюдении законодательства об обороте лекарственных средств, которые требуют наличия соответствующей лицензии, и поэтому как раз зачастую благотворительные фонды не вполне могут, скажем так, легально принимать соответствующие лекарственные препараты для их передачи, поскольку они такой лицензией не обладают. И существуют поэтому другие легальные механизмы, допустим, передачи тех же самых лекарственных средств за счет средств фонда, когда фонд фактически финансирует эту деятельность, это закупка лекарственных препаратов в благотворительных целях для передачи их конкретному пациенту, нуждающемуся, или какой-то там группе пациентов, или в какое-то медицинское учреждение. Но сам непосредственно в этом обороте, с точки зрения закона это именно так называется, в этом обороте лекарственных средств не участвует. Важно учитывать также, что любой фонд действует на основании благотворительной программы, и соответственно любая деятельность фонда, в том числе, допустим, приобретение лекарственных препаратов, их передача конкретным получателям, финансирование медицинских услуг, закупка, возможно, незарегистрированных лекарственных препаратов за рубежом с определенными ограничениями, о которых мы поговорим. И вся иная деятельность, она должна вписываться в благотворительную программу фонда. Опять же, это, конечно, не вопрос к медицинской организации, это предмет озабоченности благотворительного фонда, но иногда это необходимо учитывать, потому что изменение благотворительной программы – это достаточно тоже сложная иногда процедура для благотворительного фонда, и связанное несоблюдение благотворительной программы собственной, связанное с рисками, которые может понести благотворительная организация уже перед Минюстом в связи с несоблюдением законодательства о некоммерческих организациях. И поэтому иногда эти реалии необходимо тоже учитывать и, может быть, не предъявлять повышенных требований к благотворительным фондам. И самым, наверное, актуальным вопросом, который на практике возникает, и возможно, что в ходе нашей дискуссии будут какие-то другие вопросы, и, как уже моя коллега сказала, наша задача, конечно, заключается не только в том, чтобы предоставить такие обзорные сведения, сколько пригласить вас в дискуссии, потому что участие благотворительных фондов в деятельности медицинской организации, это, наверное, вопрос или проблема, с которой сталкиваются все в медицинской организации, так или иначе, в отличие, может быть, от использования биомедицинских леточных продуктов, которые, может быть, пока представляются не столь такой рутинной темой. И поэтому как раз мы хотели бы, наверное, больше времени оставить для возможных вопросов и каких-то проблем, которые вы могли бы обозначить уже на дискуссионной площадке. Но, тем не менее, правовое оформление именно финансирования лечения, то есть то, каким образом благотворительный фонд может легально, на основе, открыто, без каких-то серых схем привоза лекарственных препаратов, минуя вообще, собственно говоря, правовое поле, такое правовое оформление этих взаимоотношений является самой такой важной здесь проблемой. И, соответственно, могут быть различные варианты правового оформления взаимоотношений между благотворительными фондами и медицинскими организациями. Во-первых, это может быть финансирование лекарственного обеспечения конкретного пациента путем, фактически, оплаты, оплаты приобретения лекарств для конкретного пациента. Это может осуществляться либо по договору, либо это, в принципе, может осуществляться без договора. В некоторых случаях, потому что заключение договора между юридическим лицом и пациентом не всегда требуется. Я имею в виду, речь идет именно о благотворительных фондах. Причем речь может идти как о лекарственных препаратах, которые зарегистрированы в России, тогда здесь проблем с точки зрения легального оборота этих лекарственных препаратов не возникает, но также может речь идти о применении лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, и как раз в сфере онкологии это является достаточно актуальной и востребованной темой. Я напомню, что законодательство не исключает, в принципе, возможность использования незарегистрированных для медицинского применения лекарственных препаратов в Российской Федерации, но для этого требуется соблюдение достаточно строгой и сложной процедуры, где для этого существует специальный административный регламент Минздрава на основе соответствующих положений закона об обращении лекарственных средств. И, соответственно, вкратце эта процедура сводится к тому, что необходимо заключение консилиума врачей медицинской организации о необходимости назначения препарата конкретному пациенту по жизненным показаниям. Закон очень четко здесь ограничивает возможность ввоза использования незарегистрированных лекарственных препаратов именно жизненными показаниями. И поэтому консилиум врачей, естественно, обладая, прежде всего, профессиональными знаниями, должен мотивировать соответствующее заключение соображениями именно такими, что этот лекарственный препарат назначается по жизненным показаниям. И затем, соответственно, необходимо получить разрешение Минздрава на ввоз такого препарата. Существуют очень сжатые сроки, до пяти дней рассматривается это обращение, но причем это обращение должно быть инициировано медицинской организацией, которая оказывается соответствующим лечению пациенту. И затем ввоз этих лекарственных препаратов также осуществляется медицинской организацией, что, на самом деле, конечно, организационно очень большое бремя накладывает на медицинские организации, которые, конечно, не занимаются рутинно ввозом лекарственных препаратов. Могу я Вас перебить? Да, конечно. Поскольку этот механизм, мы не будем к ним возвращаться, да? У меня несколько вопросов. Понятно, что с постановления правительства существует определенный механизм. Мы оформляем консилиум, где пишем, что по жизненным показаниям пациенту показано применение незарегистрированного препарата, и такого препарата, и другого альтернативного лечения уже не существует. Этот консилиум уходит в Минздрав. Минздрав Российской Федерации выдает соответствующее разрешение на ввоз этого препарата на территорию Российской Федерации. А вот здесь начинается, на самом деле, много вопросов, на которые бы я хотел ответить. Поставщик провозит через таможню этот препарат. Его должен кто-то встретить. Это не может быть медицинская организация, поскольку медицинская организация в этом не участвует. Чаще всего, встречая благотворительный фонд, вы оговорились, что у него нет лицензии на транспортировку, на хранение, на все остальное. То есть фактически уже начинаются нарушения. Но у меня вопрос в другой плоскости. Медицинская организация назначила консилиумом этот препарат. Его ввезли на территорию Российской Федерации. Обязана ли эта медицинская организация, именно она, этот препарат, применить? Или мы, как, например, Национальный медицинский исследовательский центр, написали консилиум, препарат ввезли. Но применение этого препарата будет происходить на территории региона, субъекта Российской Федерации, по нашему решению. Я знаю ответ. Ответ, к сожалению, как раз очень жестко. Здесь законодатель говорит о том, что это конкретная партия, которая вводится для лечения конкретного пациента. Поэтому теоретически… Нет, в том-то и дело, этот пациент останется этим же пациентом. Только к моменту, когда препарат привезли на территорию Российской Федерации, он от нас выписался. Можно ли его применять другой медицинской организации? Вы же вашим врачебным консилиумом назначили пациенту этот препарат. Это означает, что если он у вас выписался, это я тоже сейчас сходу формулирую, этот препарат должен фигурировать у вас в выписке, в назначениях. Правильно? Ну, почему нет? Вы же его выписали. Ваш консилиум, как любой медицинский документ, это не документ для служебного пользования. Он должен фигурировать в выписном эпикризе. Фактически, да. Препарат там этот указан? Да, препарат этот указан. Это означает, что медицинская организация, которая фактически будет применять этот препарат, точно так же своей врачебной комиссией должна это определить. Если это амбулаторное звено, есть выписной эпикриз, в котором есть назначение федерального центра в данном случае, медицинская организация не ставит, допустим, мы под сомнение, да, мы не берем там сложные ситуации, правильность схемы лечения, которая назначена, имеется в наличии препарат. Вопрос платности, бесплатности, который вы задали, при выключенном микрофоне озвучиваем, нет? Нет, почему? Мы озвучиваем его вслух, потому что этот вопрос обсуждался во Министерстве здравоохранения два месяца назад. Если мы говорим о медицинских препаратах, на самом деле это все сейчас подлежит регулированию, его нет. О том, что если этот препарат регулирован, то объем, ввозимый через таможню на территории Российской Федерации, должен быть гарантирован некой негосударственной структурой для того, чтобы реализовать это все. Потому что закупка препарата незарегистрированного практически невозможна. На него нет, он не пройдет процедуру закупки. На него невозможно сформировать начальную максимальную цену, на него невозможно послать запросы, коммерческие предложения, на него вообще ничего невозможно. То есть фактически вместе с разрешением на ввоз нужно брать и некое гарантийное письмо от производителя, от благотворительной организации, о том, что она обязуется поставить определенное количество препарата по разным благотворительным программам. И вот как раз, может быть, здесь вот и важно участие благотворительных организаций в каком смысле. То есть если этот препарат был ввезен под конкретного пациента, но в дальнейшем он мог умереть, он мог измениться мнение врачей, прогноз заболевания, все что угодно. То есть этот препарат мог быть ввезен, а иногда это очень дорогостоящие препараты, как я понимаю. И он может остаться. Если правособственность, условно говоря, в отношении этого препарата, оно принадлежит благотворительному фонду, то, на мой взгляд, как раз здесь, несмотря на такое регулирование, которое есть в законе, благотворительный фонд может, да, это же легально ввезенный принцип препарат был, он может распорядиться об использовании этого препарата и новому пациенту, но в пределах, естественно, цели своей деятельности. На каком основании? Решение принимает только врачебная комиссия медицинской организации по жизненным показаниям. Она больному Х назначила этот препарат. Больной Х умер, а больной У не подлежит никаким... Все надо начинать сначала. А препарат, который везли под больного... Я почему? Я имею практику. Я живу спокойно, дети мои получают через благотворительную организацию независимые препараты, абсолютно все законно. И вдруг ко мне приходит письмо северо-западной таможни. Дорогой товарищ, расскажи-ка мне, вот мы везли на территорию с конфедерацией определенное количество там белого порошка. Расскажи мне, как ты его использовал. И у меня проверили флаконы до последнего по введению конкретным больным. У меня так и было. Один ребенок не дождался, запрогрессировал, умер. Одному противопоказания у второго возникли. У меня проверили все флаконы и, боже упаси, вот пересортицу. Я вынужден был писать письмо по каждому грамму. По каждому... У меня во флаконе оставались остатки, я их предъявил. Может быть, с точки зрения таможенного законодательства, может быть, здесь другого рода будут осложнения, честно говоря, я не думал об этом. Но с точки зрения вот именно возможности использования этого препарата, я бы все-таки сказал, что возможность целевого использования, а использование, естественно, для лечения другого пациента за деньги благотворительного фонда, естественно, это всегда будет целевым использованием. Но с точки зрения имущества этого фонда, мне кажется, это не вызовет критики какой-то. Это вряд ли будет нарушение. Мне кажется, здесь нет оппонирования. Вы про разные говорите. Дмитрий Геннадьевич говорит о том, что если правом собственности на этот препарат или на партию препарата обладает фонд, правильно? То переход права собственности возможно по решению собственника. А вы говорите о применении этого препарата. И в том случае это далеко не одно и то же, как бы кругло с красным. То есть это разные совершенно вещи. И в том случае, если есть иные пациенты, которым этот препарат может быть применен и он находится легально, будучи ввезен на территорию России, то в таком случае это можно применить. Мне кажется, это очевидно. По решению консилиума. Ну да. То есть при соблюдении тех механизмов, которые все. Потому что консилиум должен быть. Нет, консилиум, естественно. Она же никуда, Татьяна, технология. Ну я не знаю, насколько простая. На бумаге она выглядит простой. Ну уж не знаю, да, насколько она в реальности преодолима. Думаю, что да. Вот. Поэтому здесь вот этот вот переход права, учитывая то, что это не зарегистрированные препараты и действительно их оборот, он ну интерес в таможне действительно может быть. Это интересная экспириенция, то, что вы сказали. Вот. Хотя, может быть, вам так не кажется. Вот. Это интересный опыт. Да, да, да. Ну, в любом случае, по крайней мере, есть чем поделиться в этой части. Потому что я не слышала о таком интересе. Но это действительно таможня, это не наш профиль. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь нет действительно никакого повода для вот каких-то там противоречий. Потому что благотворительные фонды могут распорядиться. У них очень жесткие собственные, ну, как бы их законодательства, которые регулируют их деятельность, их собственные документы, которые регулируют отчетность благотворительного фонда, в том числе перед жертвователями. И поэтому я думаю, что здесь нет действительно какой-то большой проблемы. А, это второй. Я просто уже смотрю, что-то другое выведено. Ага. Ну, второй возможный вариант, или даже, наверное, подходы к оформлению ситуации. Может, потом или сейчас? А, ну, давайте. Препарат для конкретного пациента в такой-то дозировке. То есть, как его можно использовать для кого-то другого, если Минздравом выдано разрешение в ВОЗ под конкретного пациента? Да, но это же ВОЗ, то есть это действие уже совершено. То есть это административно. Да, но передача этого препарата в ВОЗ-то ведь произошел на основании разрешения для лечения пациента А. А передача препарата, вот то, о чем Вы сказали, пользуясь Вашим глоссарием. А это уже оборот препарата на территории Российской Федерации получается? Оборот. Он должен быть уничтожен, фактически, ведь препарат. Следуя Вашей логике, мы везли препарат, а пациент умер. Мы должны этот препарат либо вернуть обратно, либо уничтожить. А под другого пациента ввести. Снова ввести на основании разрешения Минздрава. Минздрав регулирует ВОЗ. То есть, вот его можно стало ввести. И на основании этого разрешения, солидаризируясь в таможне, это действие административное было совершено. И этот препарат уже здесь находится. Вы нигде не найдете в законодательстве требования того, о чем Вы говорите. То есть, требования его уничтожить и так далее. Возникает вопрос правовой, который мы сейчас пытаемся подискутировать, относительно того, как его легально применить потом другому пациенту. На самом деле, у меня были по этому поводу мысли. Можно, правда, под умирающего пациента ввести мешок препарата, а потом его раздавать как угодно, в силу того, что он уже законно попал в нашу территорию. Но это видите, как минимум обороты на территории незарегистрированного препарата. Я для этого и пригласил юристов, чтобы они мне помогли. Вот мы и поможем. Я, например, не вижу здесь каких-то... Если здесь не будет в результате проверки... Правда, если отойти от юмористической тональности в какую-то прикладную, если смотреть с точки зрения реально нарушений, то, конечно, можно рассматривать относительно того, по какой причине был не соблюден баланс так сильно между реальной нуждаемостью пациентов в той или иной дозе препаратов, может, не очень грамотно выразилось, и реально осуществленным ввозом гигантским, например. То есть если такое будет найдено, конечно, это может быть квалифицировано как нарушение какого-либо рода. Причем разного. Здесь что-то можно и в какое угодно законодательство пытаться применить. Я имею в виду такое устрожающее. Но само по себе нахождение препарата легально ввезенного под конкретного пациента при отсутствии необходимости применять его дальше в отношении этого пациента. Не потому даже, что он умер, а потому что изменил схему лечения, возникли осложнения, как вы сейчас сказали. Это не образует внезапно нахождение препарата на нелегальной основе. Дальше это вопрос урегулирования, как его дальше можно ли применять или нет. И нигде не сказано, что нет. В случае проверки Росздравнадзора в учреждении, как объяснить появление этого препарата для второго пациента? Есть же легальный ввоз. Вот пациент, он скончался. Это пациента, в котором написано, что для Ивана Ивановича привезти 48 бутылок препарата. Для Ивана Петровича нет разрешения на 48 бутылок, но мы их применяем, как вот здесь. Да, но Минздрав разрешением на ввоз не регулирует применение. В данном случае я скажу, вот он трехсторонний договор. Нам благотворительный фонд поставил два мешка препарата. Это не наша задача выяснять у благотворительного фонда, где он эти мешки взял. Наша задача, оформив соответствующее решение врачебной комиссии, по медицинским, никаким другим показаниям, назначить этот препарат. А когда благотворительные организации спросят, ребята, а где вы взяли этот препарат для этого пациента, уж пусть они там сами объясняются. Ну, тоже интересная точка зрения. Я понимаю, у нас, как всегда, два юриста, три мнения получается. Но на самом деле тема очень непростая. И вот я не думаю, что мы сейчас найдем ответ на этот вопрос такой досконально, потому что вот, не знаю, к сожалению, как зовут, коллега говорил, да, есть как бы регулирование ввоза, процедуры ввоза и нахождение, соответственно, препаратов, не зарегистрированных здесь. Но, опять-таки, учитывая, что мы выдаем разрешение на ввоз, а фактически, как бы, говорим о том, что, да, подтверждая решение врачебной комиссии, консилиума о том, что действительно данному пациенту нужен, данному конкретному пациенту нужен препарат, который у нас не зарегистрирован, и санкционируем применение этого препарата в отношении этого пациента, то вот здесь просто нужно, честно говоря, предметно посмотреть как раз-таки вот этот вопрос, который говорится о том, что, потому что сейчас я понимаю, врачи захотят как бы уйти и не заниматься этим вопросом. Для них самое главное, что они должны назначить препарат и указать, что этот препарат поможет по жизненным показаниям. Благотворители останутся с проблемой того, что они ввезли его под конкретного пациента, могут они. Есть контрольно-надзорные органы, которые могут по-своему трактовать, так сказать, нормы, связанные с обращением, нелегальным обращением препаратов, не зарегистрированных на территории Российской Федерации. Поэтому здесь просто нужно, как говорится, триумвират, да, собрать из заинтересованных сторон и чтобы все высказали свою позицию по, скажем так, всему аспекту законодательного регулирования, который связан не только с обеспечением ввоза и разрешительной процедуры по ввозу, но в том числе и по использованию и применению. Я соглашусь, дьявол в мелочах, это даже не триумвират, извините. Очень сложно, там больше участников заинтересантов будет. Чаще всего эти вопросы еще возникают по другому поводу. Как только мы даем разрешение на ввоз, определяя механизм, я почему говорил о том, что на сегодня это серая зона, которая регулируется. Не дай Господь, этот препарат не ввезен, не закуплен, потому что человек, который поимел бумагу, в котором прописано название этого препарата или решение врачебной комиссии по медицинским показаниям, едет к себе в регион и на основании Конституции и судебных всяких коллизий требует от органов исполнительной власти реализовать это его право, лечиться и спасаться. Даже это не онкология. Чаще всего это генетика, дорогущие препараты, орфанные препараты и прочее, прочее. Гематологи там принимали участие. И фактически это разоряет бюджеты субъектов подчистую. То есть тут много всяких факторов. То есть фактически должно быть регулирование, которого нет. Если ты хочешь ввести препарат, ты должен найти не только его, не только законный механизм доставки его до потребителя, в данном случае до пациента, но еще и источник финансирования. Если государство готово на себя взять эти обязательства. Нет, оно не готово, потому что государство есть определенный бюджет. Государство из предела. Если мы говорим про благотворительные деньги. Государство не занимается благотворительностью, у него другие функции. Нет, нет, просто если мы говорим про благотворительные деньги, то есть как бы механизм, который позволяет это сделать, я здесь все-таки вот выскажусь, прям слушала. Министерство здравоохранения, на мой взгляд, в данном случае не легитимизирует выводы врачебной комиссии. И таким образом, участвуя в качестве даже не регулятора в данном случае, а субъекта, органа исполнительной власти, который предусмотрен, который включен в механизм разрешения на ввоз, выполнив данное однократное действие, утрачивает дальнейшую функцию определения судьбы этого препарата. Потому что врачебная комиссия, механизм этот не дополнен нигде дополнительным решением Минздрава в отношении этого Минздрава, может разрешить ввоз. Как только препарат ввезен, его правовой статус, в данном случае, это действие в отношении него уже совершено. Те лица, которые имели право принимать это решение, они его уже приняли. Дальше препарат переходит в какую-то иную правовую плоскость. Поэтому это интересно урегулировать, но вместе с тем мне даже не кажется, что это необходимо делать. Я даже не говорю по поводу легитимизации или определения дальнейшей судьбы ввезенного препарата. Я просто говорю о том, в чем заключается разрешительная функция в данном случае. Мы только говорим о том, что пациент, находящийся и в отношении которого было принято решение врачебной комиссии, значит, все было оформлено соответствующим образом, представлены необходимые документы и прочее. То есть чисто, если хотите, соблюли регламент, который установлен именно по выдаче разрешения. Все соблюдено, разрешение выдано, дальше осуществляется ввоз препарата. А дальнейшая судьба его попадает, естественно, под закон об обращении лекарственных средств. И уже он регулирует дальнейшую судьбу этого препарата. Не Минздрав. Тут мы как бы... На самом деле, договорились. Очень сильно ограничили возможности Дмитрия Геннадьевича, потому что уперлись в препараты. А на самом деле, вознаграждение с благородительными фондами гораздо шире. Если позволите. Да, тогда, если позволите, я буквально кратко закончу. Вот эти чисто такие формальные вещи. Помимо того, что благородительная организация, благородительный фонд может финансировать приобретение лекарств для конкретного пациента, взаимодействие благородительных фондов и медицинская организация может быть связано с финансированием лечения на базе конкретной медицинской организации и финансированием также еще других расходов, которые пациент уже несет, которые вполне вероятно вообще не будут связаны с деятельностью самой медицинской организации, но нас интересует именно взаимодействие по поводу финансирования лечения. Здесь, возможно, два варианта, и один из них является предпочтительным, по нашему мнению. Первый вариант – это заключение договора в пользу третьего лица, когда фактически есть два субъекта, которые заключают договор. Это, с одной стороны, благотворительный фонд, с другой стороны, медицинская организация. Поэтому договору, соответственно, благотворительный фонд обязуется оплатить лечение в данной медицинской организации в отношении конкретного пациента, который в договоре не участвует, но который является фактически выгодоприобретателем. То есть он является так называемым третьим лицом, который приобретает права по этому договору, который заключен, то есть право требовать от медицинской организации, от благотворительного фонда лечения, от благотворительного фонда финансирования этого лечения. И второй вариант, сейчас я вернусь к вашим вопросам, И второй вариант, когда заключается трехсторонний договор между, с одной стороны, благотворительным фондом, с другой стороны, медицинской организацией и самим пациентом, который выступает здесь и как благополучателем с точки зрения благотворительной деятельности, и выступает потребителем медицинской услуги, выступает пациентом. По нашему мнению, такая форма договора предпочтительнее, причем это не может быть сам пациент, а может быть законный представитель, если речь идет о несовершеннолетних пациентах. Эта форма предпочтительнее, потому что она позволяет обеспечить надлежащую отчетность для благотворительной организации, она позволяет урегулировать вопросы взаимодействия между пациентом и медицинской организацией и благотворительным фондом, например, в части соблюдения врачебной тайны, раскрытия информации, которая может быть необходима для благотворительной организации, и которая может затрагивать вопросы врачебной тайны, и ряд других вопросов, которые в зависимости от содержания этого договора могут позволить учесть баланс интересов всех, скажем так, участников этой деятельности, а не только благотворительной фонды и медицинской организации. Вопрос, если я позволю тебе. Там кнопочка, наверное, должна быть. По-моему, работает микрофон. Здравствуйте. Спасибо. Будьте добры, скажите, пожалуйста, задачей ввоза препарата все-таки является не выполнение регламента, а конкретный пациент, вот этот Иван Иванович, должен получить конкретный препарат. И пусть будет задача самая простая, Иван Иванович жив, препарат мы ввезли, а дальше вопрос, какая медицинская организация возьмет на себя ответственность ввести этот препарат, который неизвестно, каким образом был транспортирован, неизвестно, как он хранился, а у препарата есть определенные требования по хранению. Вот медицинская организация сможет ли ввести этот препарат, и кто будет нести ответственность за транспортировку и хранение? Позвольте я начну. Вообще это в принципе шире, разговор шире, чем о благодарительных организациях. На каком основании все мы вводим пациентам препараты, которые они принесли сами? Вот, например, в онкологии это сплошь и рядом. Мы в рамках СУ-44 федерального закона сегодня покупаем препараты и чаще всего нам достаются дженерики по одной простой причине. Лот дженерика стоит в разы дешевле, чем лот оригинального препарата. В фактической медицинской организации обречены на дженерики. Человек приходит и говорит, а я хочу получить оригинальный препарат, я обладаю финансовой возможностью, я готов его привезти. В конечном итоге, с одной стороны, мы должны сказать нет, дорогой товарищ, по той простой причине, откуда ты его возьмешь. Я куплю его в аптеке. Пожалуйста, покупай. Является ли переход из аптеки до медицинской организации транспортировкой лекарственного средства? Большой вопрос. Где он его хранил? Безусловно, риск. Возможно, в холодильнике при нужной температуре. Возможно, на подоконнике при ярком солнечном свете. Возможно, ему продали контрафактный товар. Но, тем не менее, это на усмотрение медицинской организации. Фактически, в данном случае, мы продаем лишь услугу, касающуюся осмотра химиотерапевта и работы процедурной сестры и оценки состояния пациента после введения химиопрепарата. Безусловно, с того момента, когда мы его к себе на порог пустили и процедурная сестра взяла у него флакончик этого препарата, мы отвечаем за безопасность медицинской деятельности. В результате физического, химического, какого-то другого воздействия в этом флакончике организовался токсин, яд какой-то, и мы его ввели. Мы будем полностью отвечать за то, что мы его искалечили или убили. Будем про это говорить. Если мы не докажем другого. Совершенно верно. Но на сегодняшний день это сплошь и рядом. А как работают коммерческие структуры по проведению химиотерапии? А если у медицинской организации нет лицензии, а чаще всего ее нет, на продажу лекарственных препаратов? Да, она закупила препараты, в аптеке лежат. А человек пришел, ему надо сначала продать этот препарат, правильно? Я про то, что это происходит сплошь и рядом, и все мы берем на себя риски. Я пытался навести какие-то справки, как работают. Все так работают. Все так работают на сегодняшний день. Препараты ваши, идеи наши. И по большому счету, наверное, я еще раз говорю, да, медицинская деятельность, она полна юридических коллизий и серых зон, в которых каждый решает за себя. И по большому счету, это чет нечет, красное, черное, попадешь, не попадешь. Когда появилось постановление правительства 10.06, появилось, кстати, правило оказания платных медицинских услуг, они столь ужасны. И мы ожидали, что будет какое-то иное, что-то там добавится каким-то образом, какие-то правовые лакуны будут, может быть, освещены, может быть, что-то лишнее будет убрано, ничего подобного не произошло. Все читали правила же, да, и там есть много, много очень всего интересного. Именно правительство у нас считает, что заказчик и потребитель разные лица, хотя в федеральных законах это же представляет. Ну, неважно. И там на основании этих правил оказания платных медицинских услуг, очевидно совершенно, уже на протяжении многих лет они действуют, ну, нескольких лет, что, например, должна умереть полностью платная скорая медицинская помощь. Умерла платная скорая медицинская помощь? Нет. Мы, когда правило, вот был маленький промежуток, они 4 октября, они были, на 1 января они вступили в силу. Вот эти вот, там, получается, 3 месяца почти, когда мы пытались понять, а что же у нас с 1 января вообще, у нас ДМС должен был умереть, у нас вот скорая медицинская помощь платная. В Санкт-Петербурге 5 федеральных центров, которые имеют платную скоропомощную службу, не говоря уж про частников. И мы направляли запрос в Минздрав с тем, чтобы Минздрав нам разъяснил, каким образом вот это применять, и должна ли у нас платная скорая медицинская помощь, значит, помощь оказывается на платной основе. Минздрав нам ответил что-то очень, к сожалению, невнятное, из чего мы сделали вывод, что они сами не знают, как применять, это не относится к уважаемым представителям Минздрава здесь находящимся, я не помню, даже не знаю, кто был. Да, это были другие люди, возможно, их там уже нет, и почти наверняка их там сейчас уже нет, слил их некомпетенции, безусловно. Вот, и мы выдумывали квази-формы не платных медицинских услуг, а не договор на платные медицинские услуги в области скорой помощи, и вот мне известно, что, например, ну, федеральный центр, не буду назвать его, здесь, может быть, он присутствует, но не в организаторах, которые действуют на территории Санкт-Петербурга, и более того, широко представлены в других регионах, и в Москве несколькими организациями, в том числе стационарного типа. Значит, они вот используют нашу форму, это договор возмездного оказания услуг вызова врача на дом и медицинской транспортировки. То есть мы вот этот ужас разделили, и у нас теперь вызов врача на дом и медицинская транспортировка, потому что в противном случае, исходя из правил, невозможно брать деньги. А теперь о том, о чем говорит Андрей Петрович, почему я с этого, собственно, зашла, да, с этого конца. Дело в том, что это действительно реалии, которые есть, есть терапия, которая осуществляется массово, которая осуществляется в амбулаторном звене, да и для стационаров то же самое, в общем-то. У них там, правда, другой вопрос, связанный с тарифом, да, и погружением в тариф, в том числе лекарственного обеспечения, и каким образом вот нужно отдельно выписывать и отдельно применять препараты оригинальные, которые не включены в тариф, если это в рамках обязательного медицинского страхования финансирование осуществляется. И это действительно квази-формы, это формы договоров, в которых продаются фактически услуга сестринского дела. Это, ну вот Татьяна Владимировна, да, мы так плавно подходим, я так понимаю, что мы сейчас вот ее выпустим, чтобы она нам рассказала про информирование. Вот, по поводу того, что должен подписать пациент, в каком виде, в каком порядке, и где он должен кровью практически поставить свою подпись за то, что он гарантирует все. И самое главное, что должна указать медицинская организация, в отношении чего она не может нести ответственность. Но здесь, к сожалению, тоже, как бы вы ни обставились, какие бы документы ни были оформлены, в случае какого-то неблагоприятного исхода, безусловно, будет исследоваться действие медицинской организации, связанное с отсутствием повышенной тревожности в отношении этого препарата. Поэтому здесь нет ответа, все равно все применяют. Самый простой ответ – сказать «нет, этого делать нельзя». Вот мы можем так сказать, кому легче от этого станет? Ну, конечно, никому. На самом деле администратор медицинской организации, который хочет получить для пациента препараты, сделать благое дело, превращается в параноика. Потому что он обставляет таким количеством настолько нелепых телодвижений и каких-то странных, совершенно непонятных цепочек и схем. Если мы говорим о благодарительной организации, тогда говоришь, что «ребята, у вас все равно отрагаем договор, договоритесь, чтобы не просто везли, а чтобы привезли нам, а на основании договора мы только у них примем, потому что у них есть лицензия на транспортировку и на хранение, а потом получим. Или наоборот, вы привозите там родителей». Ну, я про то, что каждое вот это наше действие, если оно не регламентируется государством и каким-то нормативным актом, превращается просто в шизофреника. На тебя смотрят люди, говорят, да мы просто хотим помочь. Можно мы просто привезем ады? Нет. И я отдаю себе отчет в том, что это происходит ежедневно. Наверное, в конце нашего сегодняшнего трудного пути, услышав сообщение Владимировича про уголовные дела, из параноик я превращусь в присуицидника. Слушайте, ну есть же действительно… Но есть таблеточки специальные, согласен, мне помогут. Не-не, да. Человек и кошка, я сразу вспомнила эту чудесную песню. Вот. Нет, мне кажется, что вот тот слайд, который был перед вот этой вот про врачебную тайну по поводу трехстороннего договора медицинской организации, я понимаю, что это может быть отчасти проблема благотворительного фонда, но все-таки работая с клиниками, да, потому что я вот с фондами не работаю. Но я работаю с клиниками, которые работают с фондами. Я могу сказать, что это ваша форма договора. Благотворительный фонд, да, у них есть пожелания к договору, в том числе очень жесткие, связанные с их отчетностью. То есть они вынуждены в него вступать, в эти трехсторонние отношения. Они действительно вынуждены настаивать как раз вот тот слайд, спасибо, можете вернуть обратно про врачебную тайну. Настаивать на том, чтобы информация вопреки той и тому, что, ну, закрытому перечню, который содержится в 13 статье закона 323-го об охране здоровья, об охране основы охрана здоровья граждан, которые регулируют врачебную тайну, там, четвертая часть, исчерпывающий перечень, случаев, когда врачебная тайна, может быть, сведения ее составляющие могут быть предоставлены лицам без согласия пациента. И в данном случае в договоре это согласие пациента как раз и указывается, потому что благотворительный фонд в противном случае просто не отчитается. И перед фискальными органами, и перед своими жертвователями, то есть у них в этом плане достаточно жестко все. Вот, поэтому это вопрос договоров, и это вопрос, вот, просто параноидальную форму можно урегулировать всегда, мне кажется, то есть привести в какой-то упорядоченный вид. Наш упорядоченный договор с точки зрения дарителя достаточно часто выглядит как проявление паранойи. Ну, этому есть, наверное, все-таки объяснение. Вообще, надо сказать, что вообще вся, большая часть правовой деятельности, она похожа на это, поэтому ничего страшного. Так, на этой оптимистичной ноте, а если нет других вопросов, которые касаются взаимодействия с благотворительными фондами, я тогда позволю, наверное, закончить, тогда коллеге передать слово. Продолжение следует...